Так, ну хорошо, значит, сегодня будет простая часть и сложная часть. Значит, простая часть про изменчивость на уровне генотипов, а сложная про изменчивость на уровне фенотипов. Ну и начнем мы с генотипов. Я на самом деле не умею толком объяснить, почему изменчивость на уровне генотипов проще. Нет, ну, наверное, понятно, почему изменчивость на уровне генотипов проще. Ну, потому что генотипы такие простые объекты, да, последовательность букв и все эти, ну да, последовательность это одномерный объект, и тем самым она простая. Ну, чего-то я здесь не понимаю все равно. То есть, ясно откуда берется сложность, потому что фенотип получается из генотипа ужасно сложным способом. И, а наследуются все-таки генотипы, а не фенотипы. Если, в общем, как-то это настолько все привычно, что даже об этом не задумываешься. Ты начинаешь задумываться, выясняет, что как всегда ничего не понимаешь. Ну, бог там, значит, на уровне здорового смысла каждый из нас есть генотип. Тут терминология, с моей точки зрения, неудобная, очень часто говорят про геномы. Мне кажется, удобное слово геном резервировать для, ну, так сказать, некоего консенсуса генотипов внутри вида. То есть, там, у человека в целом, у вида гомо сапиенс есть геном, а у дяди Вася нет геном, у дяди Вася есть генотип. Ну, или, точнее, два генотипа, мамкин и папкин. Генотип есть у дяди Вася. Вот. Ну, впрочем, хоть горшком назови. Ну, значит, и генотипы всех тварей внутри популяции за редкими исключениями очень похожи друг на друга. И наша задача, значит, разнообразие генотипов внутри популяции каким-то образом описать. Мы, собственно, начали уже на эту тему говорить. Значит, давайте это продолжим. Значит, тут все очень просто на самом деле. Ключевой момент заключается в том, что ввиду того, что внутри популяции генотипы очень простые, мы можем, извините, очень похожие, мы можем, значит, разбить выравнивание множества генотипов на отдельные полиморфные признаки. Значит, вот у меня есть полиморфные признаки, я их буду называть локусами. Тут еще одна терминологическая путница. Есть локусы, есть гены, есть аллелия. Кто мне скажет, что такое ген? Можете дать мне определение с понятия ген? Вот есть аллокус. Чем ген отличается от локуса? Ну, аллелия – это альтернативные состояния, там, либо генов, либо локусов. А вот чем отличается ген от локуса? Ген что-то кодирует, кроме генов, которые ничего не кодируют. А локус что делает? Чем локус отличается от гена? У гена есть функция, а у локуса нет. Ну, можно и так. В общем, я предпочитаю просто в целях, как говорил мой учитель Альберт Макарович Молчанов, в честь которого назван наш компьютер, как он выражался в целях семантической гигиены, я буду слово ген употреблять в функциональном смысле, то есть ген алкогольного гидрогеназа, а слово локус для описания внутрипопуляционной изменчивости. То есть мы разбиваем множественное выравнивание всех генотипов популяции на отдельные полиморфные локусы, подразделенные участками мономорфизма, когда у всех все одинаково. Ну, это не совсем так. Представьте себе популяцию человека, вот, современного, в которой там 10 миллиардов людей. А поскольку частота мутации примерно 1-100 миллионная, то в каждой букве найдется мутант. Если вырубить все 100 миллиардов генотипов современных, сколько у них, 10 миллиардов генотипов современных людей, то в каждой букве у кого-нибудь будет отклонение от консенсуса. Консенсусы будем пока понимать просто как, ну, значит, по большинству. Вот. Но многие из этих, большинство из этих отклонений настолько редки, что и чокбы с ними. И существенная частота более чем одного аллеля наблюдается только, значит, для небольшой части позиций множественного выравнивания. И эти позиции мы будем называть полиморфными локусами. Вот. Значит, вся история, которую я вам сейчас расскажу, про полиморфные локусы, она тесно находится в тесной взаимосвязи с историей про мутации. И когда мы доберемся до мутации, то говорить об этом будет просто, потому что там все почти что похоже. И почти что одинаково, хотя небольшие отличия будут. Ну и понятно почему. Каждый полиморфный локус популяции обычно возникает в результате одного мутационного события. Так что между полиморфными локусами популяции и мутациями в смысле процесса возникновения новых вариантов есть более-менее один к одному связь. Можно, конечно, начать с мутации, а можно начать с полиморфизма популяционных. Как это и так, и так можно рассказывать. Замечательно. Значит, вот, здесь, к сожалению, я нарисовал только выравнивание парное. Ну, значит, представьте себе вот такое, значит, множественное-множественное выравнивание. И мы его разбили на отдельные полиморфные локусы, между которыми такими спейсерами живут участки, которые практически у всех генотипов заполнены одной и той же последовательностью, участки мономорфные. И теперь мы сначала разбираемся с отдельными полиморфными локусами. Я все на это укоряю, потому что, опять-таки, если взять достаточно сильно отличающиеся друг от друга последовательности, то ты их выравнивание ни на какие отдельные полиморфные локусы не разобьешь. И вот такое счастье, что жизнь устроена просто, и мы можем разбить выравнивание на отдельные полиморфные локусы, это вызвано тем, что все генотипы внутри популяции очень похожи. Ну, давайте одну цифру, вы, наверное, знаете. Два случайно выдержанных генотипа из человеческой популяции. Ну, скажем, каждого индивиду маманкин и папкин генотипы. Насколько отличаются примерно? Вот пускай это два человеческих генотипа, какая, ну вот, длиной миллиард, сколько там будет полиморфных локусов? Примерно. Больше миллион, примерно один на тысячу. А полиморфных буквочек будет больше, потому что некая доля полиморфных локусов очень длинная. Примерно один на тысячу. Значит, вот это человек, но мы про это подробнее поговорим. Хорошо. Значит, полиморфные локусы, условно говоря, бывают короткие и длинные. Самые короткие и самые частые полиморфные локусы состоят из одной единственной буквки. И называются они хорошим русским словом SNIP. Single Nucleotide Polymorphism. Вот. Значит, и примерно 95, по-моему, процентов всех полиморфных локусов, которые мы находим в популяциях, это, значит, сингл Nucleotide Polymorphism. Ну, а еще, значит, короткий полиморфный локус, он может быть вставкой, вот голубая эта вставка, может быть выпадением. А, сейчас. А, они у меня все голубые. Значит, вставкой выпадением и, наконец, сложным. Значит, что такое сложный полиморфизм? Сложный полиморфизм, это который не однонуклеотидная замена, не выпадение чистое, то есть, было и пропало. Не чистая вставка, значит, не было и появилось А. Вот, например, здесь нарисован сложный полиморфизм. У этого одна буква А, а у этого две буквы ГЦ. То есть, случай общего положения. Как ясно, удобно характеризовать полиморфизм двумя числами. Длина исходной последовательности и длина новой последовательности. Значит, в случае L, там, L старая и L новая. Если L старая равно L новому, это называется СНИП. Если L новая равно нулю, это называется ДЕЛЕЦИЯ. Если L старая равно нулю, это называется ВСТАВКА. А все остальные случаи называются, сваливаются в общую кучу, называются сложные короткие полиморфизмы. И такое сваливание в общую кучу, так сказать, оправдывается одним единственным обстоятельством. Эти короткие полиморфизмы, извините, эти сложные полиморфизмы, их немного. Всего примерно 1%. Значит, 95% это однонуклеотидные полиморфизмы, СНИПы. Там 3% выпадения, 1% ставки и 1% в сумме на самые разные сложные полиморфизмы. Вот так вот устроена жизнь. Не потому что я так захотел, а потому что так она устроена. Вот. Значит, здесь я все время говорю про старую и новую L. Ну, значит, с точки зрения скатериальности ясно, что поскольку мутация, этот процесс направленный, было что-то одно, а стало что-то другое. То, значит, аллель может быть старым и новым. А как мы можем узнать, какой аллель старый и какой аллель новый? Вот в моем папкином геноме сидит в каком-то месте буква А, а в мамкином геноме сидит буква Г. Как мне узнать, кто здесь старый или, выражаясь, ученый анцестриальный, а кто здесь новый, значит, или производный аллель? Это хорошая мысль. Возьмем тысячу человек и увидим, что у 990 буква А, а у 10 буква Г. Но будем считать, что мы гаплойны. И что? И частый будет старый. Вероятно, да. Но, как вы понимаете, если бы частый был бы старым всегда, то эволюции бы не было. Потому что, если происходит аллельное замещение, то в какой-то момент новый делается более частым. Так что обычно, вы правы, обычно это так, но самые интересные случаи мы как раз таким образом, так сказать, проведем. А чего сделать? Да, надо взять шимпанзе. Надо взять какую-нибудь скотину. Но здесь, опять-таки, подходящая скотина может быть, а может и не быть. Что такое подходящая скотина? Подходящая скотина, это которая обладает двумя взаимно, так сказать, противоречивыми другу свойствами. Значит, вот это вот человек, а это скотина такая, называется аутгруппом. Надо, чтобы с одной стороны этот аутгрупп достаточно был близок к человеку. Потому что, если я вместо шимпанзе возьму, не знаю, там, дуб развесистый, или даже муху дырзофилу, то, как ясно, мне от нее большой пользы не будет. Глядя на муху дырзофилу, я не могу сказать, какой аллель А или Г человеческой популяции является ансостральным. Ну, потому что муха дырзофилу ответвилась очень давно, и сама там могла тысячу раз эволюционировать с тех пор. Значит, надо, чтобы этот аутгрупп был не слишком далеким. А с другой стороны, если этот аутгрупп очень близким, например, я белый, а в качестве аутгруппы я возьму негра, так у негра могут быть общие полиморфизмы. Более того, большая доля нейтральных полиморфизмов в человеческой популяции для всех географических субпопуляций общая. И я увижу, что там у негров А сидит. А может быть, так сказать, этот полиморфизм был предковый, а потом в негритянской популяции аллель Г почему-то сдох. То есть мне нужно взять аутгруппу, который достаточно далек, чтобы все полиморфизмы, которые я вижу сейчас внутри человека, возникли в человеке уже после ответвления аутгруппы, с одной стороны. А с другой стороны, мой аутгрупп должен быть достаточно близок, чтобы то, что я в нем вижу, несло какую-то информацию о человеке, а не было бы как муха для человека. Ну вот, для людей Господь Бог нас пожалел и сделал шимпанзе. Хотя неандертальцы тоже хороши, но неандертальцы чуть-чуть близковаты. То есть есть общие полиморфизмы между сапиенсами и неандертальцами. А между сапиенсами и шимпанзе – это интересный вопрос. Немножко общих полиморфизмов есть, но вроде бы немного. Вот. Но давайте пока считать, что я каким-то образом знаю, какой аллель старый, а какой аллель новый. Теперь я еще одну вещь вам заливаю, а вы слушаете. Я говорю, что вот есть аллель старый, а есть аллель новый. Этот разговор подразумевает, что аллелей всего два. А собственно говоря, почему? Даже в одном нуклеотидном сайте по всем понятиям аллелей может быть четыре. Правильно? От АГЦ. И вот здесь имеет место замечательное свойство, что обычно в каждом полиморфном локусе внутри популяции аллелей только два. То есть аллелей, имеющих сколько-нибудь, так сказать, сколько-нибудь уважаемую частоту – всего два. Один из них, значит, старый, и второй, соответственно, новый. И это так по очень глубокой причине, потому что каждый такой полиморфный локус популяции обычно является результатом единичного мутационного события. То есть когда-то в прошлом произошла одна мутация у какого-то конкретного пятикантрепа, а сейчас, значит, мы в популяции человека видим диалельный локус в результате этой одной-единственной мутации. Только у самых-самых гиперполиморфных видов доля полиаллельных полиморфизмов, в частности полиаллельных однонуклеотидных полиморфизмов с тремя нуклеотидами или даже со всеми четырьмя популяции, имеющими достаточно высокую частоту, вот эта доля оказывается существенной. Ну, сейчас мы поговорим про самых полиморфных зверей на свете. Вот, а, значит, у нормальных зверей доля полиморфизмов в основном полиморфные локусы диалельные. Значит, дальше вы, тем не менее, правильно сказали, и на эту тему есть замечательная наука, до которой мы, так сказать, с Божьей помощью доберемся, либо я вам просто так напишу формулу зависимости формулы распределения полиморфных локусов по частотам. Но, значит, и нейтральная теория, которая описывает, что мы наблюдаем, если отбор не действует, и данные о реальных популяциях, значит, они показывают, что обычно частый аллель – это старый аллель, а, значит, новый аллель – обычный аредок. Хотя бывают исключения, и с точки зрения эволюции они как раз самые важные. Значит, это был разговор про короткие полиморфизмы. Ну, никакой четкой грани между короткими и длинными полиморфизмами, конечно, нету. А вообще, ну, длин... Да, давайте поговорим сначала про длинные полиморфизмы. Значит, это была совершенно замечательная история. Потому что длинные полиморфизмы были открыты раньше коротких. Понятно, почему. Короткий полиморфизм, если у тебя нету секвенирования, ты хоть умори, а ты его на молекулярном уровне не изучишь. Ну, то есть, конечно, дедушка Мендель изучал короткие полиморфизмы, глядя на цветочки. Там его красный горох и белый горох, я не знаю про этот конкретный горох, но запросто может отличаться всего одной буквой. Так что, может быть, он изучал эти самые одонуклеотидные полиморфизмы. Но привязать это к какой-то физической реальности до возникновения методов секвенирования никакой возможности не было. А длинные полиморфизмы удивительным образом еще до возникновения всякого секвенирования ученые смогли привязать к физической реальности. Кто не знает эту историю, кто, когда и как это сделал? Про политенные хромосомы у мухи слышали? У мухи есть политенные хромосомы. Политенные хромосомы, значит, там каждая хромосома много-много раз реплицируется без миоза, и потом еще мамкина и папкина сливаются. Так что, значит, обе гомологичные хромосомы, каждая в виде такой толстой колбасы, значит, они еще слиты друг другу в экстазе. Не в две колбасы, а в одну. И это у личинок мухи-дрозофилы в разных тканях, против всего сленных железах, значит, вот такое явление наблюдается. И открытые политенные хромосомы были, если я не был в 1934 году, одним из, значит, учеников Моргена первого поколения, такой был дядя Калган Бриджес, который, значит, друг глянул микроскоп, уж непонятно, зачем ему понадобилось глядеть на слюнные железы мухи в обычный световой микроскоп и обалдел. Вот. И тоже полезно на эту тему помедитировать, потому что начали они заниматься мухой в 1909 году, и прошло 25 лет прежде, чем кто-то глянул на эту, значит, муху световой микроскоп на световой, ну, то есть, на муху-то глядели, но вот политенные хромосомы не видели. А когда их увидели, то абсолютно офигели, значит, вот счастье. И дедушка Добрянский, который, значит, к этому моменту уже отсюда свалил и работал у Моргана, он очень быстро сообразил, да, и очень быстро они увидели полиморфизмы. А как выглядит полиморфизм? Ну, все знают, что такое политенная хромосома, да, она такая исчерченная. И эти поперечные черточки соответствуют транскрипционно-активным генам, более-менее. Значит, и если, ну, вот самые классические большие полиморфизмы, это были инверсии. Я плохой рисовальщик, но давайте я попробую нарисовать. Значит, вот у меня Мамкина хромосома, и она хочет, и Мамкина, и Папкина хромосомы хотят быть сконъюргированы между собой, значит, бок о бок, но если в одной из них кусок повернут на 108 градусов, относительно дорогой, то это сложно. И делают они это вот так вот, значит, в простейшем случае инверсии это вот так вот, да, а другая хромосома, она, соответственно, вот так вот. И когда ты видишь вот такую вот хреновину, то, значит, там есть инверсия. Ну, в стандартах обозначениях, я уж не помню, кто из этих моргеновских гигантов это придумал, это просто, так сказать, некие произвольные сегментики, которые мы по узору этих полосок можем выдерять. Ну, и вот пускай два сегмента инвертированы. Вот у Мамки такая хромосома, а у Папки вот такая. И световой микроскоп это выглядит, значит, вот таким вот образом. Вот, и тогда уже было известно собственным органам хромосомная теория наследственность, что гены это какие-то хреновины непонятной химической породы, которые в линейном порядке расположены на хромосомах. И вдруг как-то видят, что куски хромосом повернуты на 180 градусов. Причем это полиморфно внутри популяции. И, соответственно, видно просто в микроскоп. Там могут быть гораздо более хитрые ситуации, когда зацеплены инверсии, и получаются вот такие вот ужасные картинки. Среди множества ученых статей, которые я вам выложу, выложу, наверное, завтра вечером, будет статья Добжанского и Структованта 1938 года, где все это счастье описано. Вот, значит, и Добжанский понял, что это такая ему предоставляется возможность изучать изменчивость, генетическую изменчивость, не цвет цветочков, о, так сказать, ориентацию кусков генома, глядя на личинок мух, световой микроскоп. После этого Добжанский забросил всю свою работу остальную, сказал Моргану, что он нихрена не понимает, что справедливо, потому что Морган нихрена не понимал в эволюции и в генетике, в смысле популяционной генетике. И стал ездить по всей Калифорнии, ловить муху и, значит, производить от нее личинок, и, значит, давить этих личинок и смотреть на их инверсии. И это была первая работа по полиморфизму на генетическом уровне, где, значит, они воспользовались вот таким подарком судьбы в виде полиэтенда хромосомок. Вот, там ужасно было интересно. Но вот представим себе, что там они рассматривали и полиморфизм внутри популяции, и сравнивали разные популяции, там всякие полувиды, бог знает чего. Вот представим себе, что у меня такая последовательность. И представим себе, что у меня сначала повернулась вот эти три буквы. Этот кусок повернулся, а потом вот этот кусок повернулся. Значит, тогда у меня получится А, Д, С, Б, Е, Ф. А потом повернулся вот этот вот кусок. И у меня получится А, Д, Е, Б, С, Ф. А, значит, если у меня единственная разрешенная операция этой инверсии, то надо немножко пошевелить ушами, прежде чем ты поймешь, что из этой последовательности можно сделать вот эту последовательность за счет двух перекрывающихся инверсий. И самое замечательное было, когда, значит, драбжанские состры, к тому, там, до этого доперли, и они там в двух разных местах находят вот такую, вот такую, и говорят, что где-нибудь в промежутке должна быть вот эта вот переходная последовательность. Потом едут туда на старом джипе, или, ну, не на лошади они ездили, не знаю, значит, ловят муху, и фигач находят там такую последовательность. Прямо как дедушка Мендель, который всякие там Эко-Морганец и Дви-Морганец предсказывал. Не Мендель, Менделеев. Вот. И, соответственно, значит, все были глубоко поражены их учености. А дальше задача о... Вот у меня есть два генома, отличающихся друг от друга порядком генов. Найти минимальный путь, состоящий из перекрывающихся инверсий, который превратит один порядок генов в другой порядок генов. Эта задача уже в сугубо исторические времена, там, 15 лет назад, решил кто? Решил Паша Спирснер. Преподавал вам что-нибудь Спирснер? Ну, может, еще будет. Он, значит, ужасный компьютер-сайентист, и он, увидевши эту работу структура Добжанского, понял, что это, значит, замечательная задача компьютер-сайентист, но они-то на пальцах все смотрели. А задача сугубо актуальная, потому что, если сравнить геном человека и мыша, то тут замечательным образом я в основном хочу концентрироваться на том, что происходит внутри популяции, но поскольку революция, так сказать, это некое, так сказать, продление, некое развитие внутрипопуляционной изменчивости, это то, что происходит внутри популяции, и межвидовые отличия, в чем-то они сильно отличаются, мы этим я хочу закончить, вообще весь рассказ о взаимоотношении микро-макро-революции, но на уровне геномов нет большой разницы между внутрипопуляционной изменчивостью и межвидовой. Вот, и, соответственно, внутрипопуляционная изменчивость небольшая, перекрывающихся инверкций мы много не видим, а если мы сравниваем разные виды, то мы видим очень большие отличия. Вот, если взять геном человека, и я из него хочу получить геном мыша, то, значит, допустим, у меня, ну там еще хромосомы, мысли куски ходили из хромосомы в хромосому, и там сливались хромосомы и разбивались, то будем считать, что основным событием были инверкции. То на сколько кусков я должен разрезать геном человека, дальше их, значит, повернуть и склеить, чтобы получился геном мыша? Примерно. На 10, на 100, на 1000 или на миллион. Примерно 500 кусков. Поскольку в геноме 20 тысяч, поскольку в геноме 20 тысяч генов, то означает, что участок синтонии, то есть участок, где порядок генов у человека и у мыша одинаковый, участки синтонии между человеком и мышом имеют характерную длину там 40 генов. Генов в смысле белок кодирующих, единиц функции. И даже там между человеком и асцидией еще вполне сохраняется порядок генов. А между человеком и мухой дрозофилой уже нифига. Ну, то есть, он был какой-то общий порядок, но с тех пор так все перемешалось, что уже ничего не видно. Вот, это, значит, замечательная наука и изучение инверсии. Ну, читая таранную литературу, можно пойти к заключению, что инверсии есть только у мухи дрозофила. Это неправильно. У мухи дрозофила есть полиэтонная хромосома, инверсия есть у всех, просто у остальных ты их фиг увидишь без секвенирования. И оказалось, что такие вот большие, большие полиэтонные локусы изучать без полиэтонных хромосом очень сложно. Потому что, если у тебя буквочка там заменилась у кого-то А, у кого-то Г, ты, значит, гоняешь илумину, у тебя получаются агды. Один и тот же аг, но у некоторых там буквы А, у некоторых буквы Г. Все понятно. А теперь представим себе, что какой-то кусок длиной 100 тысяч токлеротидов повернулся на 108 градусов. И ущутить, что это произошло, оказывается довольно сложно. Ну, то есть, риды, которые захватывают вот эти вот концы инверсии, там их, конечно, видно, но, в общем, в некотором смысле изучать СНИПы проще. Поскольку современная технология секвенирования, она же не полные геномы читает, читает только вот эти вот короткие фрагменты называемые ридами. Да, ну, еще, так сказать, тут полезно упомянуть одну вещь. Вот у меня последовательность. Если я инвертирую вот эти вот два нуклеотида, какая у меня последовательность получится? АГТЦ? Какая получится? А? Сейчас, критите что-нибудь громкое, определенное. А? А? Так, мнения экспертов разделились. Дедушки Уотсон и Крик открыли, что ДНК это двойная спираль. Это чем-нибудь помогает? Какая? АЦ, АЦ. Всем понятно, почему. Люди, которые занимаются анализом геномов отличаются тем, что они могут сразу читать инвертированную комплементарную последовательность. Когда я был молодой и умный, я это мог делать. Теперь уже не могу. Хотя, если потренироваться, можно это умение восстановить. Вот. У нити ДНК есть ориентация правильная от 5 штрих к концу, к 3 штрих к концу. И поэтому по инверсии нити меняются местами. Это там что называется инверт комплемент. Замечательно. Так значит, длинные полиморфные локусы бывают следующих сортов. Это бывают делеции, это бывают вставки, и это бывают инверсии. Значит, ну, они часто не совсем бывают чистенькие. Вот самая простая вещь это делеция. Вот выпало у меня там кусок длиной 10 тысяч букв. Ну, и там по краям еще может быть несколько замен или маленьких выпадений вставок. А иногда бывают эти чистые делеции. Просто ровно выпало 10 тысяч букв. И все. Значит, когда бывает вставка, здесь интересно. Одна буквочка может вставиться ну, просто так вот. Полна-полна-полна полимераза. Фигакса вставила дополнительную букву. Неизвестно, откуда взявшуюся. Но если у меня вставился длинный кусок, даже там 100 нуклеотидов, он практически никогда не берется с потолка. Полимеразы некоторые вроде бы могут сделать не матричный синтез. То есть, она вдруг начинает фигачить нить ДНК, не комплементарную какую-то предсуществующую нить, а вот просто так вот пошла и начала. В принципе, никакому закону породы это не противоречит. На общем, полимеразы выдумывать длинные последности не любят. И поэтому, если вставился здоровый кусок, обычно он вставился откуда-то. Но самый стандартный вариант это так называемая тандемная дупликация. То есть, просто кусок какой-то удвоился. Один раз и второй раз. И одну из этих копий мы можем считать новой. То есть, очень многие инсельции, очень многие длинные вставки являются тандемными дупликациями. Даже короткие вставки, если вставилась три нуклеотида, уже очень часто эти три нуклеотида мы видим по соседству. Вставилась там АЦА. Так вот, фланкирующая последовательность тоже АЦА. Но короткие, не знаю, до пяти нуклеотидов, они могут неизвестно откуда взяться. А длинные они практически всегда берутся откуда-то. Либо может вставиться последовательность, которая вообще приплыла бактерия или любит заглотить ДНК из окружающей среды и тупо себе вставить геном. Называется трансформация. Либо транспазон какой-то приплыл. В общем, значит, вставки. Ну и значит, инверсия. Это вещь, которая характерна именно для длинных полиморфизмов, а не для коротких. Вот, значит, распространенность полиморфных локусов убывает примерно как единица на х квадрат, где х это длина полиморфного локуса. Ну, то есть, быстро убывает. Значит, полиморфизмов длиной там не квадрат, там что-то х в степени 1,8, ну, черт, если будет квадрат. Значит, соответственно, полиморфизмов длиной 10 тысяч, их там гораздо-гораздо меньше, в 100 миллионов раз меньше, чем полиморфизмов длиной 1. Но мне же не обязательно, чтобы это было точно 10 тысяч, пускай будет от 10 тысяч до 100 тысяч. А таких, значит, оказывается, сколько таких от 10 тысяч 100 тысяч, а там 100 миллионов, то есть, их в 1000 раз меньше. Вот. И тут замечательная вещь, которую люди часто не понимают. Значит, полиморфных локусов коротких гораздо больше, но если мы будем считать длинные полиморфизмы вместе с их длиной, то есть, вот это у меня не один полиморфизм, а это столько полиморфизмов, сколько у меня здесь нуклеотид дексайтов, то окажется, что отдельных нуклеотидов, вовлеченных в длинные полиморфизмы, даже немножко больше, примерно в 2 раз больше в человеческом геноме, но если называть длинным полиморфизмом всякий полиморфный локус длиной больше 100, то совокупности эти длинные полиморфные локусы покрывают больше нуклеотидов, чем короткие полиморфные локусы. Сейчас мы посмотрим на конкретные цифры. Так, значит, это я вам долго и занудливо рассказывал о том, какие бывают полиморфные локусы. Замечательно. Так, это мы уже все рассмотрели, значит, выпадение, ставка, да, это все мы уже обсудили. Да, и дальше, значит, мы уже ввели понятие H, а именно виртуальная гетерозеготность, значит, единица минус сумма квадратов частот всех аллели. Ее можно интерпретировать как долю отличия между двумя случайно выбранными из популяции генотипами. и тут можно считать этот H двумя способами. Значит, вот есть H и есть H3. Ну, вот в этом выравнивании, если мы посчитаем H, то мы возьмем, сколько у меня здесь есть полиморфных локусов, раз, два, три, четыре, и, значит, поделим 4 на длину выравнивания, на 40. Вот. А если мы считаем H3, то мы эту штуку засчитаем не как один полиморфный локус, а как три, потому что в ней три нуклеотида. И тогда у меня получится, значит, на 40 мы будем делить не 4, а будем делить 6. Значит, это учитывает это, значит, мера H3 больше, чем H, потому что она, длинный полиморфный локус берет не с весом единицы, а, значит, каждый берет весом равном его длине. Такая глубокая мысль. Вот. Да. Нельзя сказать, какая мера правильная, какая неправильная, они, сказать, обе полезные. Замечательно. Значит, еще несколько глубоких обобщений обобщений значит, то, как устроена менделевская изменчивость в индивидуальных локусах. Значит, во-первых, уровень генетической изменчивости, а также частота производного аллеля выше всего в нейтральных участках генома. Во всяких там антронах, ничего не делающих эмергенных интервалах и так далее, изменчивость внутри популяционная, а также изменчивость между видами больше и частоты производных аллелей выше, там, где ничего не происходит. Это сейчас почти что очевидно. Хотя, еще 50 лет назад ученые думали точно наоборот. Ученые думали, что если есть популяция полиморфизм, но он же не просто так популяция, наверное, потому что естественный отбор хочет, чтобы там у 60% особей была буква А, а у 40% особей была буква Г. Все полиморфизмы должны контролироваться отбором. Этот дикий бред был очень распространен до конца 60-х годов, когда дедушка Кимура предложил теорию нейтральности и сказал, что в ДНК есть куча участков, которые ничего не делают, но туда только про белок кодирующие гены что-то знали. Вот говорил про синонимические сайты. Вот. И с ним все ругались, ругали его обидными словами, говорили, что ты против дедушки Дарвина, и все это дело продолжалось до 1981 года, когда Винсон Ли, Мазатоши и Таити, дядя, я забываю, опубликовали эпохальную статью под названием «Sue the Genes as a Paradigm of Neutral Revolution», то есть псевдогены как доказательства нейтральной эволюции. Тогда только-только открыли псевдогены, и эти ученые высказали очевидную мысль, что если псевдогены ничего не делают, то любая изменчивость внутри псевдогена просто обязана быть нейтральной. И на этом споры о том, существует ли нейтральная акиморгская изменчивость, нейтральная, селективно-нейтральная, на этом споры были закончены. И сейчас эти споры могут быть количественные, это очень интересные вопросы, ключевые вопросы изучения отбора, но феномен нейтральной изменчивости никто больше не отрицает, и всякие глупые рассуждения, что если есть полиморфизм, то он должен поддерживаться отбором, эти все глупые рассуждения ушли в прошлое, далекое и печальное. И главная заслуга Киморра заключается в том, что он поменял парадигму. Раньше считалось, что мы видим полиморфизм, он, на него наверняка действует отбор. А теперь Киморра поменял нуль-гипотезу. Если мы видим полиморфизм, мы считаем, что он нейтральный. Не считаем, а наша нуль-гипотеза, что он нейтральный. Если ты хочешь утверждать, что на этот полиморфизм действует отбор, ты должен это доказать. А просто так сказать, вот он полиморфизм, на него действует отбор, это неправильно. Вот. И значит, ну, вам рассказывали всякие там алгоритмы твинсканы, когда ищут экзоны по консервации между видами. Если сравнить геном человека и мыша, то экзоны будут видны, потому что в этих местах сходства между геномами гораздо больше. Ну, и то же самое внутри популяции. Если мы там менее выражены закономерности, но такие же. Значит, если мы смотрим внутри популяционную изменчивость, то уровень изменчивости не синонимический внутри экзонов у человека будет примерно в 4 раза больше, чем синонимический в экзонах или в интернах. Значит, это вот закономерность номер 1. Закономерность номер 2, если мы, да, я забыл сказать, что кто-то, значит, вот это вот кему русскую нейтральность даже назвал не дарвиновской революцией, пока в середине 70-х годов кто-то не перечитал внимательно происхождение видов и в перерыве залезьте кто-нибудь в происхождение видов, она живет в онлайне и найдите фразу, там слово ключевое, по которому надо сказать фруктурирующее, фруктурирующее, где Дарвин описывает, значит, что будет с нейтральным аллелем, ну, выражаясь человеческим, выражаясь современным языком, и там в одной фразе Дарвин всю кему русскую нейтральность описывает, так что Дарвин в отличие от некоторых своих последствий не был дорогим и прекрасно понимал, что не любой генетический вариант обязательно должен катарализироваться от Бога, если у меня в глубине интерона буква А, а у дяди Васи буква Г, то мы просто не знаем у кого буква А, буква Г. Вот, хорошо, значит, теперь рассмотрим нейтральный участок генома, опять там какой-нибудь в глубине интерона, и тогда относительные обилия полиморфизмов разных сортов будут в точности отражать относительные скорости разных мутаций. Если у меня замен происходит в 30 раз больше, чем выпадений, то вот у меня этих самых, значит, тодонуклеотидных полиморфизмов будет 30 раз больше, чем делиться. Это, опять-таки, следует из Кемурговской теории нейтральности, но здесь достаточно здорового смысла. Если отбору наплевать, то обилие производных аллелей совпадает с относительными скоростями мутаций. Разумеется, это не так, если действует отбор, скажем, в белоккодирующих участках вы увидите гораздо больше делеции трех нуклеотидов, чем делеции одного нуклеотида. Всем понятно, почему, да? Понятие фреймшифт ученым знакомо. Замечательно. Вот, значит, и обычно в каждом локусе есть только два аллеля, антрастриальной производной и антрастриальная аллеля обычной части. Это, значит, вот третий принцип. Это три таких, видимо, самых важных закономерностей, которые мы наблюдаем, изучая полиморфизм популяции. Блин, я не обновил эту, я не обновил эту историю, а это большой сфинь со своей стороны, потому что вышел в плосбайологи, года два назад вышел обзор про, сейчас, нам отдохнуть не пора, наверное, пора, да? Пять минут отдыхаем.